Мы сели с моим другом в кафе, там, в 12 часов ночи. Он привез мне кучу, там, купленных дисков с музыкой, там, 70-х, 70-х. И мы выбрали с ним, там, 7 мелодий. И я привез, там, в полвторого ночи Катя, там, к подъезду, мы приехали, она слушала. Да, очень много, очень хороших песен. И потом, в итоге, дали послушать Илье, и он, как-то, одобрил мир. Мир не прост, но, по-моему, шикарная песня. Ну, она какая-то хорошая песня такая, она не надоедает. Ее хочется все время петь, петь, петь. Да, ее весело, слушать каждый день по три раза. Даже уже на тренировке, уже, там, слушаешь ее, там, по 25 раз, да? Да, 25 раз, все равно. И все равно выходишь и начинаешь петь. Вот, а тренировались мы в Северной Осетии, в Овозе Кавкази. В общем, на моей исторической родине, где проходили съемки фильма, на которых Катя присутствовала. И в горах мы снимали, там, после съемок, в 8-9 вечера мы ехали на каток. Мы поставили номер сначала здесь, с Илюшей Альпухом и с Ириной Загаевой. И когда не привезли мне... Сказали, вот у нас будет большая поддержка вот здесь вот. Вот у нас будет большая поддержка на руку, потом будет... Еще вращение, еще... Потом будет какое-то сальто. Я взял лечку. Ладно, ребят, все, счастливо. Давайте, давайте. Давайте, успехов. Он долго, конечно, так насчет поддержки сомневался, но... Не, ну... Ну, он настолько готов к ней, как бы, я считаю, что... Кто готов? Ты готов. Я готов? Ты готов был поддержку делать. Я говорю, ну что, почему ее не сделать, если ты вообще прям... Так, я уверенно себя чувствую в твоих руках. Бой. Вот забавно, да? Маленький момент, на самом деле, ты готовишься так долго, это всего 2-3 минуты, там 2-3 минуты, и хочется прям вложить всю свою работу, всю свою душу в этот момент. Все-таки вот когда сидит зритель, дыхание зала, внимание к тебе, интерес... Помогает. Это другое ощущение, ты просто катаешь номер вот на репетицию, да, поэтому вот в это вот там 2 минуты поймать удовольствие от общения с залом, это замечательно. И в то, в то, в то, смотрит вся страна, все-таки. На льду Екатерина Гордеева и Егор Беройев! Катя и Егор, наверное, одни из фаворитов нашего шоу в этом сезоне. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, пожалуйста, голосуйте. Ваши голоса будут определять лучшего тренера нашего проекта. Нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз, Нельзя в нем скрыться от зимних блюк, И от разлук, от горьких разлук. Но кроме век и брошенных век, Есть в мире звезды и солнечный снег, Есть дом родной и тепло огня, И у меня, есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня, Все, в чем радость каждого дня, Все, что я забуду своей судьбой, Связано, связано только с тобой. Мир не прост, совсем не прост, Но не боюсь я ни бури, ни гроз, Не страшен холод, не страшен зной, Если со мной, ты рядом со мной. Ты не грусти, ты зря не грусти, Когда вдруг станет беда на пути, С бедой я справлюсь, любовь храня, Ведь у меня есть ты у меня. Все, все, что в жизни есть у меня, Все, все, в чем радость каждого дня, Все, что я забуду своей судьбой, Все, о чем ты, боги и мечты, Это все, это все ты. Все, все, что в жизни есть у меня, Все, все, в чем радость каждого дня, Все, что я забуду своей судьбой, Связано, связано только с тобой. Связано, связано только с тобой. Лишь с тобой, лишь с тобой, только с тобой. Четыре сложнейших элемента из арсенала фигуристов Выполнил Егор Бироев, и все удачно. Конечно, Илья Авербух доволен. Я напомню, что все, что в жизни есть у меня, Это самоцветы. Песня Леонида Дерменева и Вячеслава Добрынина. Изумительный по замыслу номер, Который с первой до последней секунды, Пока звучала музыка, Держал зрителей в нашем ледовом дворце в напряжении. Ну, а потом раздались заслуженные аплодисменты. Я думаю, что выступление Кати и Егора Может поставить затруднение жюри, Над которыми будет давлеть высокие оценки первой пары. Ты знаешь, что ты неправильно схватился хватом? Она сделана на другом хвате. Да? Я точно не заметила. Молодец, молодец. На таком разе делать. Ну, единственное, за что нам могут снять, Это за обруч, если придумывать. А, ну да, могут. Да, ну, обруч. Первый раз надели обруч. Да, подбросила его. Первый раз надели обруч, ребят. Шикарно ее подбросил. Сделал все точно. И главное, конечно, поддержку сделал. Сначала было очень смешно. Ругались. Дорога. Я доволен. Молодцы. Молодцы. Давайте я вас рядышком ссорю. Екатерина Гордеева и Егор Беруев. Оценки за технику. 5-9. 5-9. 5-9. 6-0. 6-0. Средний балл 5,94 балла. Оценки за артистизм. 6-0. 6-0. 5-9. 5-9. 6-0. Средний балл 5,96 балла. Общий балл 11,9 балла. Да, мир непросто. Особенно непросто выступать после того, как предыдущая пара получила высшие оценки судей. Ну, тем не менее, ребята справились. Миша, как ты считаешь? Ну, можно я вообще просто скажу? Во-первых, я очень счастлив оказаться по ту сторону, в общем-то. Наконец-то. Ну уж как мы счастливы, Миша. Да. Наконец-то мне доверили кого-нибудь пожурить. Во-вторых, я хочу сказать, что сейчас пары катаются так, как я катался в финале примерно. То есть явный рост из года в год этот проект просто набирает бешеные обороты, становится мега популярным. Вот. Что касается самого выступления, вот этот вот стульчик, как мне подсказывают здесь, он заслуживает 6-0 высшего балла за технику. Вот и были помарочки. Но в моё, я считаю, он заслуживает высшего балла. Мы немножко опоздали на лад. Ну, естественно, сказать спасибо большое нужно Илье Вербуху за то, что он всё это вот так вот ставит эти номера очень грамотно. Я по себе знаю, он это умеет делать очень хорошо. Продолжайте в том же духе и спасибо вам за прекрасный номер. Антон, а что ты скажешь о поддержке? Егор, я от всей души тебя поздравляю, потому что сделать стульчик в начале проекта этого дорогого стоит. Именно поэтому я поставил 6-0. И это действительно уникально. Катерина не испугалась, это тоже замечательно. Но, Егор, тебе респект, как сейчас принято говорить. Ну, а вторую оценку я поставил немного ниже, лишь потому что хотелось мне как-то вот что-то позартнее. Что, например? Что-то вот... Значит, я вот что скажу. Чего не было? Не было только финала. А вообще, за неделю такая разница. Я вообще, честно говоря, ждала сегодня этот стульчик, потому что мне кто-то за кулисами, Марат, сказал, что он будет делать с ней стульчик, верхнюю поддержку. Вы знаете, с нее так легко упасть. Через спину ее уронить. Это должно быть мастерство. Я хотела поставить 6-0 за технику, но все-таки вот это последнее, там зацепились, неясность какая-то была именно в финале. Это мне не позволило поставить. Да это и не важно, потому что видно, что 6-0 будет. Это видно. Илюша, номер очень хороший, и всех, так сказать, благодарю за это. Рост колоссальный. 5-9-5-9, товарищи. Только начало проекта. В финале нужно было отдать колбасу вам. Отвлечь. Во-первых, в финале не надо было запинаться. Потом, конечно, можно все отдать. За это можно все отдать. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Спасибо, уважаемые жюри. А я передаю слово Насте Заворотнюк. Егор, давайте поспорим с судейством. Вы со мной согласны? Все-таки, мне кажется, не соответствуют оценки этому номеру. Ну, я, честно говоря, вот для меня... Зрители со мной абсолютно согласны. Спасибо хоть вам. Для меня как-то вот история судейства в этом шоу существует параллельно тому, как мы работаем. То есть мы работаем, получаем удовольствие, а потом вот какие-то люди приходят, что-то ставят какие-то оценки. Я мало понимаю, к чему они относятся. Сейчас не слушайте его. Поэтому, ну, главное, что мы получаем удовольствие от работы друг с другом, от коллектива нашего, всех ребят, которые работают. И, не знаю, ну, будем расти. Татьяна Анатольевна сказала замечания, я их приму к сведению. Правда, действительно, была помарка и, как бы, ну, нормально. А вот я просто не специалист в оценках, в фигурном катании, поэтому я не могу, на равных не могу спорить с ними. Поэтому, ну, если судьи сказали так, значит, так, да. А вам и не надо спорить. Ну, Настя... Вам надо чисто делать свой номер, и все. Понял. Ну, вот Настя хочет нас лбами столкнуть с вами. Я просто отстаиваю. Ваша, собственно говоря, честь и достоинство, между прочим. А вы сопротивляетесь, причем мне. Нет, нет, я не сопротивляюсь. Я абсолютно согласен. Ну, как бы, все, спасибо большое. Вся сегодняшняя постановка полностью соответствовала той эпохе. И плед на диване, и авоськи, и даже... Даже мухобойка, мухобойка. И даже скромные радости советской семьи. Чья была идея? Ну, мы долго выбирали музыку, вообще, песни, очень много прекрасных песен того времени. Ну, вот... Последнее слово, последнее слово всегда за Ильей. Да, поэтому мы предложили... Пускай он как раз и скажет про эту музыку. Но мне кажется, что она посвящается каждой семье. Вот, родным, вот, вот, чтобы вот все вот... Я не знала. Ну, вот, мне так кажется. Да? Да. Ну, вот, не моим родным. А у каждого есть родной человек для своего родного человека. Все помиритесь и сделайте такую поддержку. Аккуратненько. Аккуратненько. Спасибо.